Всем привет, друзья! На моём зелёном коврике вы сейчас видите какой-то странный предмет. Но спидкуберы с опытом увидят в этом предмете головоломку, которая называется Master Magic. Хочется сказать пару слов об этой головоломке, потому что она была как-то незаслуженно быстро забыта. Дело в том, что на ВЦА соревнованиях её собирали и собирали до конца 2012 года, то есть до 31 декабря. С 1 января 2013 года эта головоломка перестала быть официальной головоломкой Всемирной ассоциации спидкубинга. На это был ряд причин. Об этих причинах я расскажу чуть попозже. А сейчас расскажу вообще, что это из себя представляет и как это собирать. Сейчас можно убедиться в том, что эта головоломка плоская. И на её передней стороне можно увидеть 5 колец. И вот ещё такой логотип. Если логотип есть, желательно, чтобы он был справа снизу, ну или слева сверху, в зависимости от его расположения. На этом логотипе буквы, кстати, логотип фирмы Cube Twist, Cube Twist, если быть точным и обращать внимание на своё произношение, всё зависит от расположения букв. Главное, чтобы буквы были не кверх ногами. Иначе головоломка может не собраться. То есть держать её важно правильно. Кольцами к себе и так, чтобы этот логотип, так, чтобы на этом логотипе не были перевёрнуты буквы. Вот так вот. Что находится на обратной стороне? На обратной стороне какая-то ерунда. Но нас волнует только лицевая сторона. Какова суть головоломки? Нужно сделать так, чтобы вот эти пересечённые кольца разъединились. Как я рассказываю детям в лагерях, задача этой головоломки и её суть заключается в том, чтобы освободить пленных заложников, которые скреплены между собой. Как это сделать? Спидкуберы некоторые делали это менее, чем за 2 секунды. Ну, у меня так не получается. Я очень мало тренировал эту головоломку. Можно сказать, вообще не тренировал. Надеюсь, что сейчас у меня вообще просто это получится. Ну, смотрите, как я это делаю. Вот так вот. И вот они, эти 5 колец. Ну, понятно, что до 2 секунд мне тут совсем-совсем далеко. Но я, честно сказать, к этому и не стремлюсь. Вот, собственно, как я это сделал. Ну, теперь объясню, почему... Кстати, приведу головоломку в изначальное положение. Объясню, почему всё-таки эта головоломка перестала быть официальной головоломкой Всемирной ассоциации спидкубингой. Почему её перестали собирать на соревнованиях. На это был ряд причин. И первая причина как раз-таки в странности этой головоломки и в отличии её от других заключается в странности этой головоломки, в её особенностях. Дело в том, что все головоломки, например, пирамидку, да, перемешивают, исходя из тех программ для перемешки, которые, собственно, выдаёт компьютер. То есть, допустим, правая, вниз, там, R', L, U и так далее, да. А в этой головоломке такого слова, такого термина, как скрамбл, не было вообще. Потому что всегда в каждой сборке эта головоломка имела вот такое вот изначальное положение. И, соответственно, вариант её сборки был всего лишь один. И, собственно, некоторые спидкуберы считали эту головоломку совсем и не головоломкой, потому что у неё всего лишь одно верное решение. Дойти до него можно разными путями, но суть одна и та же. Сделать из этого то, что я сделал буквально минуту назад. Вот, собственно, и всё. То есть, один алгоритм, и всё зависело только от скорости и от ловкости рук. Ну, теперь интересно поговорить о структуре этой головоломки. Но о ней я расскажу, как ни странно, на примере другой головоломки. Ещё раз напомню, что она называется Мастер Мэджик. Ну, а, собственно, если есть Мастер Мэджик, значит, наверное, есть и просто Мэджик. И сейчас я вам покажу, как на сегодняшний день выглядит мой Мэджик. А выглядит он как-то вот так. Дело в том, что скоростной сборкой этой головоломки я всё-таки занимался. Уделял ей значительно больше времени, чем Мастер Мэджику. И вот результат. Собственно, что из всего этого получилось? Вот эти пластинки, они закреплены между собой с помощью лески, а не с помощью магнитов, как кажется многим. На самом деле здесь леска. И эта леска у меня начала рваться. И вот теперь головоломка, которую я когда-то собирал за полторы секунды. А Дмитрий Крюзбан, например, делал это меньше, чем за секунду. И по этой дисциплине Дмитрий Крюзбан был рекордсменом Европы. Для тех, кто не знает, Дмитрий Крюзбан – это один из самых именитых российских спидкуберов. У него такое количество национальных рекордов и побед в соревнованиях и призовых мест, что вы даже представить себе не можете. У него столько медалей за соревнования по спидкубингу, сколько, наверное, нет ни у одного другого российского спидкубера. И этот человек, если я не ошибаюсь, единственный рекордсмен Европы из всех куберов постсоветского пространства. Хотя я могу ошибаться, но, по-моему, это так. Ну вот, и, собственно, в этом видео я хочу вам рассказать не только о том, как собирается эта головоломка, но и что с ней делать, если она у вас поломалась. Хотя, честно сказать, я подозреваю, что многие видят ее вообще в первый раз в жизни. Но, тем не менее, если она у вас есть, это видео вам будет полезно. А если она у вас есть и она у вас поломанная, то это видео будет для вас еще более полезно. Первое, что я сделаю, это разделю все это на составные элементы. То есть, отделю лески от пластинок. Пластинок должно быть 8, лесок должно быть 16. Это в идеале. Но, на самом деле, если лесок будет не 16, а 15, то ничего страшного нет. Но вот, если какая-то из лесок порвется, что, в принципе, вероятно, то и порвется не одна леска, да, то с головоломкой могут возникнуть проблемы. И мне придется покупать дополнительные лески. Но, честно сказать, я уже об этом позаботился. Купить лески можно в тех же магазинах, в которых и продаются головоломки. Потому что люди, которые продают головоломки, они знают все проблемы, с которыми их покупатели могут столкнуться и ко всему готовы. Итак, друзья, на ваших экранах теперь Magic, точнее, его составные части. 8 пластинок и куча лесок. Вот сейчас я вам ее покажу. Вот у меня в руках. Вот у меня в руках куча всяких лесок. Ну, я за них не переживаю, потому что знаю, что если мне их не хватит, то у меня есть еще и при том новые хорошие лески. В общем, если у вас не хватает лесок, то их можно сделать самостоятельно, но, честно сказать, проще купить новые, потому что заморочек с ними очень много. Есть обучающие видео по тому, как их сделать, но... Ой, я не пытался, потому что, когда посмотрел, мне страшно стало. Ну вот, что я буду делать сейчас? Сейчас я постараюсь разложить эти 8 элементов, 8 пластиночек в правильной последовательности. Это не очень просто, потому что все это выглядит, что лицевая сторона, что обратная сторона выглядят похожими друг на друга. И еще нужно не забывать про соотношение вот этих цветов. Кольца разного цвета, и слава богу, потому что это помогает, если что, вдруг увидеть собственную ошибку. Ну что, пробую. Вот это точно не лицевая сторона, потому что на лицевой стороне никаких пересекающихся колец быть не может. Это в Master Magic, они пересекаются на лицевой стороне, а на обратной должны быть не пересеченными. В Magic все наоборот. На лицевой стороне должно быть 3 не пересекающихся кольца, а в результате должно получиться 3 кольца пересеченных. Поэтому это не лицевая сторона точно. Можем смело переворачивать эту вот так детальку. И вот это вот тоже точно не лицевая сторона. Тоже переворачиваем, и понимаем, что это будет какой-то уголочек. Ну, предположим, вот такой вот. Всем привет, друзья! На моем зеленом коврике вы сейчас видите какой-то странный предмет. Но спидкуберы с опытом увидят в этом предмете головоломку, которая называется Master Magic. Хочется сказать пару слов об этой головоломке, потому что она была как-то незаслуженно быстро забыта. Дело в том, что на ВЦА соревнованиях ее собирали, и собирали до конца 2012 года, то есть до 31 декабря. С 1 января 2013 года эта головоломка перестала быть официальной головоломкой Всемирной ассоциации спидкубинга. На это был ряд причин. Об этих причинах я расскажу чуть попозже. А сейчас расскажу вообще, что это из себя представляет и как это собирать. Сейчас можно убедиться в том, что эта головоломка плоская. И на ее передней стороне можно увидеть 5 колец. И вот еще такой логотип. Если логотип есть, желательно, чтобы он был справа снизу, ну или слева сверху, в зависимости от его расположения. На этом логотипе буквы, кстати, логотип фирмы Cube Twist, Cube Twist, если быть точным и обращать внимание на свое произношение, все зависит от расположения букв. Главное, чтобы буквы были не кверх ногами. Иначе головоломка может не собраться. То есть держать ее важно правильно. кольцами к себе. И так, чтобы этот логотип, так, чтобы на этом логотипе не были перевернуты буквы. Вот так вот. Что находится на обратной стороне? На обратной стороне какая-то ерунда. Но нас волнует только лицевая сторона. Какова суть головоломки? Нужно сделать так, чтобы вот эти пересеченные кольца разъединились. Как я рассказываю детям в лагерях, задача этой головоломки и ее суть заключается в том, чтобы освободить пленных заложников, которые скреплены между собой. Как это сделать? Спидкуберы некоторые делали это менее, чем за 2 секунды. Но у меня так не получается. Я очень мало тренировал эту головоломку. Можно сказать, вообще не тренировал. Надеюсь, что сейчас у меня вообще просто это получится. Ну, смотрите, как я это делаю. Вот так вот. И вот они, эти 5 колец. Ну, понятно, что до 2 секунд мне тут совсем-совсем далеко. Но я, честно сказать, к этому и не стремлюсь. Вот, собственно, как я это сделал. Ну, теперь объясню, почему... Кстати, приведу головоломку в изначальное положение. Объясню, почему все-таки эта головоломка перестала быть официальной головоломкой Всемирной ассоциации спидкубинга. Почему ее перестали собирать на соревнованиях. На это был ряд причин. И первая причина как раз-таки в странности этой головоломки и в отличии ее от других заключается в странности этой головоломки, в ее особенностях. Дело в том, что все головоломки, например, пирамидку, да, перемешивают, исходя из тех программ для перемешки, которые, собственно, выдает компьютер. То есть, допустим, правая вниз, там, R' Л, У и так далее, да. А в этой головоломке такого слова, такого термина, как скрамбл, не было вообще. Потому что всегда, в каждой сборке, эта головоломка имела вот такое вот изначальное положение. И, соответственно, вариант ее сборки был всего лишь один. И, собственно, некоторые спидкуберы считали эту головоломку совсем и не головоломкой, потому что у нее всего лишь одно верное решение. Дойти до него можно разными путями, но суть одна и та же. Сделать из этого то, что я сделал буквально минуту назад. Вот, собственно, и все. То есть, один алгоритм, и все зависело только от скорости и от ловкости рук. Ну, теперь интересно поговорить о структуре этой головоломки. Но о ней я расскажу, как ни странно, на примере другой головоломки. Еще раз напомню, что не очень хорошо, не очень крепко. Если соединил правильно, значит, она должна двигаться вот в таком направлении. Вот таким вот образом. Пока что она очень расхлябанной выглядит. Поэтому я переворачиваю ее, вдеваю под низ, пропускаю, эту штуку сверху вставляю, все не так-то просто. Не очень-то она и хочет туда вставляться, но все нормально. Я с этим справился. Дальше вот сюда вот продеваю, эту сверху, и опять остается зацепить за уголочек. Беру эту штуковинку и цепляю. Ну вот. Теперь готово. Теперь они все три скреплены. И можно присоединять к ним четвертую. Переворачивать нужно не так, как я это сделал сейчас, а только вертикально. Ну что, находим четвертый элемент, присоединяем к ним четвертый элемент. Что же делаем теперь? Теперь мы будем соединять не первую, вторую, третью, четвертую, а только вторую, третью и четвертую. И соединять будем не с этого уголка, не с верхнего, а теперь с нижнего. Поехали. То же самое, только снизу. Зацепили снизу. Теперь верхнюю пропустили вот сюда. Теперь эту поверх. Опять под низ. Ага, а она вылезла. Крепче, значит, нужно держать. И сильнее любить нужно. Твой мэджик. Будете сильнее любить, будет вас слушаться и не будет разваливаться. Если он у вас, конечно, есть. То есть, многие спидкуберы, которые начали заниматься спидкубингом недавно, даже вообще не имеют представления о том, что такое мэджик, наверное. Так, сейчас посмотрю, зацепилась она у меня. Нет, она у меня не зацепилась. Вот теперь зацепилась. Так, и чтобы проверить, правильно ли я сделал все сейчас. Ага. Что-то, по-моему, не очень правильно я сделал. Да, она у меня идет вверх, значит, все-таки все правильно. Если она уходит вверх, то есть, когда я начал снизу, третий элемент в цепочке должен уходить вверх. Когда я начал сверху, он должен, когда я начинаю сверху, он должен уходить вниз. Так, вроде пока что все держится. Переворачиваю по оси Х, то есть по вертикали, и еще один раз все это закрепляю. Все это закрепляю.